Но в Беларуси финишировал самый активный этап избирательной кампании – сбор подписей из-за выдвижения кандидатов в президенты Беларуси. Сегодня в эксклюзивном интервью агентствователь новостей глава Центра избиркома Лидия Ермошина озвучила, кому из претендентов удалось преодолеть необходимый рубеж в 100 тысяч подписей. Так, в лидерах инициативная группа Александра Лукашенко собрано более 1,760,000 подписей. На втором месте инициативная группа Николая Улоховича – 160,000 подписей. У Сергея Гайдукевича чуть более 140,000. За Виктора Терещенко подписались 130,000 белорусов. Инициативная группа Татьяна Короткевич дала в территориальной избирательной комиссии более 107,000 подписей. Подписные листы от инициативной группы Сергея Калякина в избиркома не поступали. Им удалось собрать около 70,000 подписей. У Анатолия Лебейской еще меньше – около 50,000. Жанна Романовская за весь период сбора подписей так и не озвучила их количество. Теперь в течение 10 дней избирательной комиссии должна проверить достоверность подписных листов. Отбирается не менее 20%, причем по каждой инициативной группе, которая сдала подписи. И в том случае, если подписей было забраковано более 15% из числа проверенных, в этом случае берется еще дополнительные 15% и проверяется. Если общий процент по двум проверкам превысит более 15% недостоверных подписей, все подписи, собранные по данному району, городу, признаются недействительными, не включаются в общий итоговый протокол. Далее все эти материалы передаются вместе с протоколами районных комиссий в Центральную комиссию. Ну и Центральная комиссия подводит итоги и регистрирует кандидатов в президенты. Регистрацию кандидатов в Центр избирком проведет с 6 по 15 сентября. После этого в ЦИК должны предоставить списки доверенных лиц и будет проведена жеребьевка эфирного времени. То есть кандидат начнет полноценную агитационную кампанию. Редактор субтитров А.Семкин